Жители Ленинского района атакуют линейные участки. Целый ряд вопросов вызвали квитанции на квартплату, которые горожане получили в марте. Суммы оказались завышенными, а компенсации и льготы напротив – заниженными. Как объяснили в управляющей компании, произошел технический сбой, который вызван переходом на новую систему обслуживания. Квитанции нового образца начали приходить с февраля. Такие платежки – новшество не только для Ленинского района, но и для всего Ярославля. Благодаря современному программному продукту платежи за коммунальные услуги приобрели прозрачность, то есть суммы расщепляются между управляющей компанией и поставщиками услуг. Это начинание, оно, в принципе, достаточно новое направление на рынке, будем так говорить, жилищно-коммунальных услуг, но мы его вовсе цело поддержим, потому что, в общем-то, это позволяет избежать каких-либо злоупотреблений при оплате коммунальных услуг, поскольку платежи все автоматически при оплате поступают в теплоснабжающую организацию. Но возник технический фактор. В результате в платежках появились цифры, которые не на шутку расстроили горожан. Претензии к новым квитанциям в основном льготников. Именно их законные права на компенсацию были задеты. Льгота. Здесь указано 1163 нам на двоих, а сегодня принесли 445. 700 рублей как будто подарок. Вот сейчас иду разбираться. Крайними оказались работники линейных участков. На них обрушились претензии жильцов. Но проблема возникла из-за того, что в реестр, данные которого ежедневно обновляются, не были загружены новые сведения. Поэтому они и не нашли отражения в квитанциях. Подобный сбой случился и с передачей показаний счетчиков холодной и горячей воды. Они тоже поступили в базу с задержкой. Поэтому начисления были сделаны по среднемесячным значениям. То, что ошибки в едином документе, в платежном существует, мы об этом знаем. И всегда при переходе на новый продукт, тем более программный, есть определенные ошибки и сбой. На следующий месяц мы это все учтем и выполним перерасчеты. Как заверили в управляющей компании, для перерасчета не обязательно подавать заявление. Он будет сделан в любом случае. Поэтому жители могут поберечь собственное время и нервы. А новые квитанции отвечают законодательным нормам. Они доходят до квартиросъемщиков в запечатанном виде. Таким образом соблюдается конфиденциальность.